Приветствую вас, и то, что вы описываете, можно назвать как устоявшиеся, сложившиеся победительские алгоритмы, которые мешают вам выстраивать отношения конструктивно. То есть, в процессе вашего взаимодействия у вас появилось много взаимных претензий друг к другу, и эти претензии, эти ожидания, эти моменты, может быть, даже обиды, мешают вам, по сути, теперь адекватно воспринимать друг друга. Это вы не можете. У вас постоянно какие-то, значит, разногласия, какие-то постоянно моменты и так далее. Вы терпите эти моменты, вы их, вы стараетесь вести себя правильно-правильно, потом не сдерживаетесь и срываетесь. Соответственно, девушка так же, ну, в лице, и в итоге у вас ничего не получается. Вы написали довольно много всего относительно того, как это у вас происходит. Но в целом можно выделить один вольный момент. Вы, с одной стороны, нуждаетесь друг в друге, вы, с одной стороны, тянетесь друг к другу, а с другой стороны, вы не можете друг к другу находиться, потому что у вас слишком много разногласий. То есть, вы не готовы уступать. Вот вы говорите, что вы уступали вначале, да, вы старались что-то делать, но потом вы называете своей ошибкой, что вы постоянно извинялись. Хотя в действительности это не ошибка, и перед девушкой нужно извиняться, особенно если вы ей дорожите. И из этого, вместо того, чтобы постоянно выяснять какие-то отношения, я хотел бы задать вам один вопрос. Вопрос, который, кажется, мне очень важен. Вот вместо того, чтобы, значит, решать, что вам делать, вместо того, чтобы думать, как вам дальше жить, я попробую зайти немножечко с другой стороны. Вы человека сами любите? Вы любите свою девочку? Не важно сейчас, так кажется, не в чувство, можете ли вы ее вернуть или нет. Вы девочку любите? Ответьте на этот вопрос сами себе. Если это правда, если вы ее все-таки любите, если у вас есть к ней чувство, то вы знаете, что она такая, какая она есть. Она не изменится, она не будет меняться, она не сможет измениться. Соответственно, это означает, во-первых, что она такой была всегда, только вот такой, как она всегда видит, она такой была всегда. То есть она всегда вам предъявляла какие-то претенджи, она всегда предъявляла вам какие-то требования, и вы, изначально, за всем мирились. То есть вы не можете, не можете, к сожалению, или к счастью, в данном случае, решать вам, вы не можете сказать, что ваша девушка изменила свое поведение. Она стала вести себя как-то иначе. Напротив, ее поведение можно назвать последовательным. А вот ваше поведение основывается на том, что вы написали, менялось. И менялось оно в сторону выдвижения к ней уже требований. То есть вы начали с ней общаться, начали отношения, и вы вели себя определенным образом. А потом, по ходу этих отношений, начали развести себя по-другому немного. И да, не важно, чем продиктовано ваше поведение. Важно, что сам факт, его измены, его смены, точнее, да, есть. И девушкой это воспринимается негативно, потому что она не понимает, почему вы изменили свое поведение. И вот это как раз таки и является для вас, ну, неправильно. Если вы свою женщину любите, если вы ей дорожите, если вы хотите ее вернуть, то вам необходимо ее принять. Какой, какая она есть. Вам необходимо не требовать от нее измениться. Вам необходимо не пробовать ей чего-то доказать. Вы знали, что она такая? Вы знали, что она такая, какая она есть? И именно такой вам все и нужно принять, если вы ее любите. А если вы ее не принимаете, тогда логично предположить, что чувства к ней у вас изменились, стали менее искренними, например, более расчетными, допустим. Вот именно так можно ответить на ваши вопросы. И если вы принимаете девочку такой, какая она есть, то шанс ее вернуть у вас есть. Но для этого не нужно выискать отношения постоянно. Для этого не нужно, как бы это сказать, не нужно действовать в слову. Не нужно действовать по словам. Когда девушка приглашает вас куда-то пойти, и при этом говорит, что, ну, вот, что это будет всего лишь просто невинное свидание, допустим, да, это означает только лишь, что она хочет с вами сблизиться. Она хочет сближения с вами. Но при этом, при этом, она не желает показать себя зависимой от вас настолько, насколько она является таковой. Ну, не хочется ей показать себя с такой стороны. И она выбирает такую вот подмитку, она выбирает такое вот решение. А вы, действуя, вы действуя, можно сказать, слишком логически, слишком расчетливо, вы лишь только все портите. Ведь сам факт проявления девушки желания провести с вами время уже о многом говорит. В данной ситуации вам необходимо выездить какое-то время, вообще с ними не общаться. А потом начинать общаться на отвлеченные от отношений темы абсолютно и полностью без каких-либо серьезных разговоров, чтобы ей было с вами легко, чтобы те ассоциации, которые у нее сейчас имеются в отношении вас, исчезли. И эти ассоциации, к сожалению, на данный момент только негативны. И, отвечая на ваш вопрос, можно ли вернуть девочку, можно ли вернуть отношения, можно сказать так. Если вы сможете убрать негативные ассоциации, вернуть девочку в мойну. Если негативные ассоциации останутся, то у вас нет санкций. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Субтитры создавал DimaTorzok